здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале давненько я не выкладывала видео сегодня хочу вам показать два своих пафио педилума цветение и этого красавца который сейчас у вас на экране я показывала в прошлом году он имел три цветка и это было его первое цветение в этом году у нас четыре цветка на данный момент но там есть еще пятый бутон и был еще и шестой и все цветы он развил правда 6 цветок был совсем совсем маленький к сожалению тот кусок видео которое я досняла впоследствии чтобы показать вам все шесть цветов у меня случайно удалился но уж поверьте на слово цветов на этом цветоносе действительно было шесть пятый тоже был конечно не такого размера ну а шестой совсем крохот только мне очень нравится представители секция брахипиталу и конечно же канхалору хотя его у меня в коллекции нет но еще больше мне нравится его всевозможные аваритеты они берут своей компактностью невероятно красивыми листьями всевозможного окраса и формы есть более тонкие ланцевидные и есть вот более округлые и с задней стороны тоже листва просто невероятная берут своей неприхотливостью и стабильным цветением из года в год это а вариация а конкалор и называется аринарии очень мало информации конкретно об этом о бушмачке на интернет просторе но а есть одна книга олафа грасса мне публикация альбовые формы рода апафиопедилумов вот там можно найти парочку абзацев об апафиопедилуме аринарии китайский ботаник гиамин описал этот бушмачок в 1924 году который по некоторым данным был найден во вьетнаме и был назван по фамилии известного сборщика ренье этот пашмачок четырьмя на пятью крупными ярко-желтыми цветками на одном цветоносе и большими петалиями но по сравнению с розеткой я не могу сказать чтобы цветы были очень крупные но все же они и не маленькие и относительно именно этой вариации настоящее время вообще маститые специалисты в этой области выражаются мнением самой возможности существования четырех и тем более пяти цветковых пафиопедилумов конкалор в природе по их мнению эта форма вполне укладывается в пределы диапазона естественной изменчивости конкалора и не может гарантировать формальное распознание аваритета но что хочу сказать растение действительно очень интересное в этом году у нас было 6 цветков они действительно были очень интересно будет наблюдать за этим бушмачком какое же будет у него следующее цветение цветы вот вы можете видеть не совсем уж и крупные а скорее всего это из-за того что их много но они очень и очень интересные и очень красивые все тона желтого тут и кремовые и эти крапушки из тыльной стороны цветок очень красивые и в общем такое богатое цветение на это изумительно изумрудной розетки конечно смотрится все это просто чудесно я довольна буду искать еще и другие вариации конкалора они все абсолютно разные и каждый каждый по-своему красив все же у конкалора есть эта особенность многоцветковость и даже а некоторые говорят что есть и аромат и и даже если как утверждают специалисты что четырех пяти цветковых растений в природе не наблюдается а именно вот эта вариация ренельи если существовала то нужно ее скорее отнести культиварам все таки конкалор и очень многие его вариации взрослые хорошо такие развитые экземпляры они способны держать одновременно открытыми три а иногда даже и четыре цветка ну что ж будем наблюдать за этим красавцем несмотря на противоречие я думаю что растение действительно достойная и я вам его рекомендую а про уход я не буду рассказывать и о нем уже рассказывала меня в прошлом году есть видео на канале скажу что растет довольно активно нарастил не вторую розетку с которой отцвел и есть еще две розетки и вот посмотрите на фоне моей руки довольно таки миниатюрное можно сказать растение на уличное содержание как вы знаете свои по фиопедилум и я не выношу это так просто для съемки в основном он у меня содержится под фито лампами ему нужен яркий но рассеянный свет летом поливаю конечно намного чаще чем зимний период потому что температуры у нас довольно высокие ну а в остальном хочу сказать что ничем не отличается его уход от всех остальных по фиопедилумов которые живут у меня в коллекции вот такое цветение преподнес мне в этом году мой конкалор такой красивый интересный и с интригой буду продолжать и дальше собирать его различные варитеты ну а этот милый друг преподнес мне настоящий сюрприз я не могу сказать что его цветение было для меня неожиданностью а так как растение уже взрослая меня куст довольно хороший отсветет он у меня из каждой розетки вот буквально несколько месяцев назад я вам его показывала но то что он выдаст не на цветоносе два цветка было для меня действительно полной а неожиданностью у меня к вам просьба дорогие мои друзья подписчики знаю что у многих в коллекции есть этот по фиопедилум пожалуйста напишите им было ли у вас такое цветение вот эта розетка самая старенькая самая первая получала его с одной розеткой ну и вот такой уже довольно хороший приличный куст он не нарастил тоже довольно активное растение абсолютно неприхотливая очень его люблю мне я думаю что и многие из вас со мной согласятся его невозможно не любить это видовой башмачок и очень хорошо растет в домашних условиях вот такие красивые у него листья и вот такие два брата акробата цветонос у него короткий я не стала крепить хотя наверное это надо было сделать чтобы как следует можно было лицезреть эти прекрасные цветы а я почему-то ждала когда увидела что стал развиваться и второй бутон что наверно цветок он будет какой-то деформированный но нет я оказалась не права оба цветка а совершенно правильной формы единственное вот свои лепестки они загнули вовнутрь очень красивая и так они расположены не совсем близко к друг другу можно каждый свободно рассматривать по отдельности вот такое револьверное цветение у моего венустума из этой розетки интересно что же будет с ним дальше очень благодарное растение не я думаю вы все о нем знаете и у многих он в коллекции и цветет с великой охотой его просто невозможно не любить ну кто зашел впервые на канал покажу вам все-таки его название ну рассказывала я о нем очень много раз есть также видео на канале и куст куст просто бесподобный чудесные моя альбовая форма альбовая форма венустума тоже выпустила стоп-лист тоже расчу его с одной маленькой розеточки держу кулачки все-таки лето жара надеюсь что я увижу и его цветение и вот при съемке обнаружила что он не растет еще там внутри одну молодую розетку так что это как говорится маст хэв если у вас нет еще этого пашмачка то обязательно и его добавляйте в свою коллекцию а вот такие у меня новости на сегодняшний день дорогие друзья на этом уже буду завершать свое видео хочу поблагодарить вас всех за просмотр за ваши комментарии если будут какие-то вопросы пишите я всегда с радостью отвечу желаю всем здоровья здоровья вашим орхидеям и конечно пышного им во всем цветения до новых встреч друзья мои